Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие волшебники и подписчики! Я очень рада, что вы посетили мой канал и смотрите это видео. А это видео будет о невыдуманной истории из моей жизни, которая длится до сих пор. И именно эта история о том, кем же я стала. Эта история о том, как же я стала ведьмой. Вот это что за прыжок был сейчас? Вот, видели? Это что за прыжок? Пирожок! Пирожок! Но перед началом ролика я хочу попросить, чтобы вы подписались на мой канал, если вы еще не подписаны. Но если вы подписаны и вам не приходит оповещение о моих новых роликах, то просто отпишитесь и вновь подпишитесь на мой канал, нажав на колокольчик. Такие новые правила у YouTube для старых подписчиков. И также, конечно же, не забывайте писать в комментариях, почему вам нравится магия, и почему вы именно решили ей заняться, потому что мне очень интересно, что же вас влечет в магии. Меня, кстати, часто спрашивают, со скольки лет можно заниматься магией. Так вот, я начала заниматься магией с 10. В 9 лет я обнаружила свой дар, а в 10 я уже начала активно интересоваться магией и ее изучать. Так вот, с чего все началось? Мне кажется, все началось с того, что все-таки мои родители гадали на картах. И для меня это было нормальным. Магия и вообще гадание в моей жизни это было как само собой разумеющееся. Это вот, допустим, если ваш отец играл на кларнете, или ваша мама играла на фортепиано, пела и так далее. То есть это как какие-то развлечения. Вот те же самые чувства я испытывала, когда видела, что мои родители гадают. Они гадали на обычных игральных картах, на которых, конечно, нельзя было играть. Они были чисто для гаданий. Моя мама использовала один расклад чаще всего, папа использовал другой расклад. Но они знали значение всех карт, они могли предугадать будущее. И я, конечно же, иногда просила, чтобы они мне тоже гадали. Мама говорила, ой, нет, я уже всё забыла, я уже не помню, в итоге всё равно гадала себе. Ну и, конечно, я понимала, что это она так просто, наверное, не хочет мне гадать, его просто как-то так скромничает. Но в итоге, да, они оба предсказывали себе будущее. И вот я не помню, как всё случилось, но именно знаю точно, что в 9 лет я обнаружила свой дар попадания в астрал. Потому что ко мне начали являться умершие люди. Первый раз ко мне явилась моя соседка, она умерла. И она явилась ко мне во сне, начала понимать, что что-то здесь не так, потому что она умерла. И я к ней подхожу, так и говорю, что вы здесь делаете, вы же умерли. И она начинает на меня нападать, у неё проснеют глаза, она начинает на меня злиться. Я просыпаюсь просто в шоке. И как раз бабушка с мамой ходит тут рядом, я говорю, вы знаете, мне такое приснилось. Ко мне являлась соседка. Моя бабушка знала о всех этих ситуациях, потому что она у меня тоже умеет именно входить в астрал, видеть будущее во снах и так далее. Но я в тот момент не знала, что она это умеет. И она промолчала. Но после этого она стала мне раскрывать все тайны. Через время умер сосед, и он тоже мне явился. Он ехал на тракторе, открыл дверцу. Я шла по этой же дороге, где и та бабка была. И он открыл дверь и сказал, пошли со мной. Так как вы знаете, что они просто таким образом забирают с собой. И вообще после этих ситуаций я стала просто ежедневно попадать в осознанные сновидения. Я начала управлять своими снами. Я начала вникать во сны. Я начала понимать их от и до. Почему? Потому что, допустим, у каждого сна есть свой сюжет. И мне как раз было, наверное, уже на тот момент 10, а может быть это в этом же году было, вот точно не помню. Потому что это было точно летом. И поэтому у меня как раз летом день рождения, возможно, мне уже исполнилось 10. И я помню точно, что мне снится сон. И я понимаю, что это сон. И я чувствую, что у этого сна есть какой-то сюжет. Потому что я делаю что-то очень легко. Я думаю, нет, я пойду через сон и начну управлять им так, как я хочу. И мне ничего не давало. То есть, когда вам кажется, что вы как-то медленно идете и так далее, это всё потому, что вы действуете против сюжета сна. Плюс вы пытаетесь двигать своим телом, которое, конечно же, спит. Вот откуда лынатизм, допустим, появляется из этого. Также из этого появляются всякие вот эти телодвижения, да, какие-то во сне и так далее, смех. Это потому, что мы, не каждые, но некоторые, например, понимают точно, что это сон. Некоторые не понимают. И как бы они просыпаются в этом сне, им кажется, что это и есть реальность. И они как бы начинают идти против сюжета. То есть, это очень сложно на самом деле, да. И с того момента я начала активно попадать в осознанное сновидение, в астрал. При том, что я совершенно не знала, как я это делаю. И я просто попадала в эти состояния. И вот я наткнулась на сериал «Зачарованный». Да, каждый из ведьм, из тех, кто любит магию, они знают про этот сериал. Но если вы не знаете, то обязательно посмотрите. Почему? Потому что именно этот сериал вдохновляет заниматься магией. И он меня настолько вдохновил. И я начала реально быть помешанной на этом. Я подключила всех своих подруг, всех своих друзей. Мы начали вызывать с подругами всяких непонятных существ. Не помню, какого-то жвачного короля там ко мне приходили и так далее. Это обязательно вам расскажу, если вам интересно, о своих вызовах жизни. Мама меня научила одному легкому раскладу, которому я тоже вас учила. У меня есть в одном из видео. На желание на тузах, 4 туза и так далее. Просто можете найти в поиске моего канала. Я находила разные колоды карт. Я находила разные книги магии. Моя бабушка работала в книжном магазине в тот момент. И, конечно же, я пользовалась этим положением. И на свете рождения, праздники какие-нибудь я просила в подарок именно книги магии. Моя бабушка, конечно, была против. И она говорила, почему бы тебе не заняться целительством? Именно собирать травы и так далее. Это, кстати, сейчас модно. И у нее был лечебник. В лечебнике как раз были все травы и так далее. Я посмотрела это все, попереписывала и поняла, нафиг оно мне надо. Это неинтересно. Потому что травы, травы, травы. Это как если бы ты был, не знаю. Каким-то лекарем делал какие-то лекарства. Для меня было интереснее магии. Но я очень сильно боялась. Я не сказала бы, что я боялась прям очень сильно. Но я боялась спать в темноте. Я бояла всяких призраков, духов, и это мне мешало очень сильно. И папа мне рассказал, что моя бабушка целительница. Вся деревня к ней ходила, состраивались в очередь, и она их лечила. Поэтому я поняла, что да, понятно теперь, от кого у меня передался дар. Но позже я узнала, что моя бабушка со стороны мамы тоже имеет дар. Но который она не развивала и который она не то чтобы не ценит, но она относится к нему несерьезно и не хочет об этом говорить. Потому что она более приземленный человек. Но это ей не мешало видеть будущее во сне. И я была свидетелем того, что она видела будущее во сне. Также она видела мертвых, как и я во сне. То есть мне вот больше передалось от нее. Целительством я так не стала заниматься. Поэтому не скажу вам, если у меня к этому какая-то предрасположенность. Но у меня просто нет к этому тяги. Но я никогда не считала себя ведьмой. Я просто считала себя человеком с даром, который мне передался от моих родственников. Ничего более. Позже я начала узнавать у своего дяди со стороны отца, что оказывается можно там в бане колдовать. Он рассказывал, что можно увидеть какого-то там духа. Я просила, чтобы меня папа свозил к своей бабушке. Но, к сожалению, я к ней так не попала, она умерла. Я очень хотела перенять у нее знания и перенять у нее этот дар. Мама рассказывала мне о том, как она видела душу, как она чувствовала и предсказывала будущее. То есть она больше видела не во сне. Но хотя мертвые тоже являлись. Допустим, я являлся кот, который просил, чтобы его похоронили, потому что его не похоронили нормально. Я все это упоминала в видео. Но также у меня были подружки, которые вместе со мной были заодно. Они очень тоже любили изочарованных. У меня... Я делала книги разные. Таинства, магии, теней, гримуары. Постоянно делала эти книги. У меня была подружка, которая до сих пор есть. У нее как раз хранится книга. Надеюсь, я добьюсь, что она привезет мне ее. Я вам ее покажу. Конечно, там смешные рисунки и так далее. Но там есть заклинания разные-разные. Я тогда еще не совсем понимала магию. То есть я относилась к ней и серьезно, и с игрой. Поэтому я записывала в эту книгу и настоящее заклинание, и ненастоящее заклинание. Из зачарованных. Сама придумывала, от кого-то брала из своих подруг. То есть там, конечно, книга такая больше на память. Книга сама была моей подруги. Она осталась, к сожалению, у нее. Куча колод, которые я покупала, они у меня до сих пор лежат. Я показывала вам одно из видео, сколько же у меня этих колод. Я очень сильно любила вызывать. Мы собирались с подружками, вызывали чертика. Вызывали всяких разных духов, мертвых. То есть это все очень-очень меня привлекало. Книги у меня были Натальей Степановой и другие книжки, которые мне попадались. Я часто делала заговор для того, чтобы у меня исполнилось желание в день рождения. Также я делала приворота на парней, на своих одноклассников. Короче, был какой-то кошмар. Господи, надеюсь, они меня не смотрят. Но это было несерьезно. Ну не думайте, они живы, все здоровы. Поэтому там, кто говорит, что привороты убивают, я не знаю, что за приворот должен быть, чтобы убить. Я такие никогда не использовала и не собираюсь. Жила, значит, я вот так спокойненько, преспокойненько, больше, сказать, играла в магию, нежели чем по-настоящему ей занималась. И вот в один прекрасный день я уже была подростка. Получилось так, что у моего папы нашлась родственница или как бабушка, короче, бабушка ее называла. Она была черной ведьмой. Ее боялись абсолютно все. И она действительно была очень тяжелым человеком, с очень тяжелой энергетикой. С ней было очень тяжело находиться рядом. Она гадала на картах, очень хорошо гадала, предсказывала будущее. Она предсказала моему отцу, что у меня будет брат. Так и случилось. Причем она это предсказала задолго до того, как это вообще произошло. Мама до сих пор вспоминает о том, как она сделала что-то на нее, что у нее начались судороги после их встречи. Когда эта бабушка покинула мир, я ночевала в этом доме, и было очень ужасно. Потому что я когда спала, я орала, причем я этого не помню, мне отец потом сказал, и он меня повел к целителю. Целитель мне что-то там сделал, и после этого я никогда уже не кричала во сне. А раньше, да, у меня были и лунатизмы и так далее, но это все из-за того, что я вот умела вот этими снами управлять, и у меня вот такие были вещи. И да, я у этой бабки находила много чего, кроличью лапку, для специальных вот этих вот черных действий, кубки, разные там, не знаю, штуки. И нашла я в черной папочке, такой черной сумочке, пять, по-моему, книжек от черной магии. Она разделялась на две, то есть белая и черная. Я почитала белая и черная магии, и, конечно, поняла, что черная гораздо интереснее. Там можно управлять стихиями и так далее, то есть там какие-то вообще очень интересные вещи. И там как раз и можно было вот принять вот эту вот магию черную. Я в действительности загорелась, мы с подругой начали читать «Отказ от Бога», потому что только так можно стать черным магом, хотя я не знаю почему. И, в общем, я занялась вот этой ерундой, начала читать «Отчинаш наоборот», все бы ничего, но я жила в тот момент одна. И начались стуки, о которых я рассказывала, кстати, об этой ситуации. Тем временем я уже начала вести черную магию, ну, такой блокнот, который я вам тоже показывала. И именно там я записывала уже настоящие загляния, настоящих демонов и так далее. И начались вот эти стуки, они не давали мне спать, у меня сбился режим. Я только засыпаю и слышу эти стуки из шкафов, эти стуки из стен, хотя за стеной, допустим, кухня. Либо я уходила уже в зал, и стуки уже начинались из моей комнаты. И знаете, это было очень страшно. Мой кот сидел и вот так шевелил хвостом, просто крутил, он смотрел в одну точку. Это началось из-за того, что, наверное, потому что я перестала заниматься черной магией, потому что там все очень сложно. Мне, человеку, у которого не было возможности ничего приобрести, плюс там надо было всякие шабаши проводить, а нас двое, а там нужно прямо вот в лесу, там, ну, где-то, наверное, через полгода переехала бабушка, и мы уже жили там вместе. И как только начали все переезжать, я не была одна, стуки прекратились. И после этого, конечно же, черной магией я не занималась. Я потом только гадала, что-то там, конечно, и магией какой-то и занималась, но больше гаданиями и с нами. Также я научилась видеть прошлые жизни, о чем я вам рассказывала, что я и помнила свои прошлые жизни, я помнила свое, не то что детство, я помнила свое младенчество, как я лежала в кроватке. То есть тоже есть такие вещи интересные. И когда я маме своей рассказывала об этом, она просто удивлялась, говорила, что ты не можешь этого помнить. Но потом я создала канал, и решила показывать все то, что я умею, все то, что я люблю, и все то, что я знаю. Я думаю, почему мне окунуться в прошлое, и не вспомнить то, чем занималась раньше. И как раз я все начала вот так вот показывать вам, и макияж, и так далее, и тому подобное, и магию. И на удивление, видимо, это судьба, это зашло. Я не говорю, что я знаю магию на 100%, ей учится всю жизнь. А сейчас у меня именно магия, она как часть жизни. Просто у меня все воедино. Одним и тем же заниматься это немного скучно. Я решила в ТикТоке, что у меня будет какая-то новая тема. Слишком много магии в моей жизни. Но решила выложить ролик туда. И что вы думаете? Вы наверно уже догадываетесь. Ролик за пару дней набрал 500 тысяч просмотров. Вы представляете? Такого у меня не было никогда на Ютубе. И поэтому я решила, что что же делать тогда? Раз людям нравится, раз люди меня воспринимают именно такой, то значит это судьба, и мне от этого не убежать. Если хотите найти меня в ТикТок, то находите, пожалуйста, под этим видео все мои социальные сети. Вконтакте добавляю в друзья. Есть также сообщество, где мы всякие разные интересные посты делаем. Про магию, конечно же. Хочу пожелать вам удачи. И с весной, кстати. Люблю вас.